Сегодня программа «Творческая гостиная» побывала в гостях в мастерской у дмитровских декораторов Анастасии Павловой и Натальи Рудовской, которые творят необыкновенные вещи. Наших героинь Поистине можно назвать творцами настроения. Они создают и делают нашу жизнь красивой и яркой, потому что они декораторы В 2017 году я отучилась на дизайнера интерьера, получила новую профессию, новый диплом Приехала в этот город жить, ничего тут никого не зная, но села и задумалась, что мне с этим дипломом делать Потому что в нашей жизни, в общем, конечно, сарафанное радио лучше всего работает для старта И случайно в инстаграм я нашла производителя красок для перекраски мебеля и большую команду, которая творила чудеса На мой взгляд, я когда это увидела, ну просто я ходила и всем показывала этот свой телефон и посмотрите, что они творят Это прям то, чего мне хотелось от души, потому что сидеть в дизайне, делать за компьютером, я поняла, что это не мое, я не настолько статична Я очень подвижна И я написала сразу у производителя этих красок и предложила стать партнером, она сразу согласилась Вот, и так, вначале я начала перекрашивать все, что дома находится В подвале я основала такую свою студию, мастерскую, ко мне стали приезжать девчонки, мы что-то перекрашивали вместе Потом уже какие-то заказы люди стали просить перекрасить Я поняла, что планов много, идей еще больше, а времени все меньше становится И поэтому стала искать себе партнера и вот на мое счастье нашла Настю Девушки создают уникальный интерьер, в котором проявляется его индивидуальность Декораторы работают вместе уже больше двух лет Мы встретились, покрасили стулья и решили, что будем работать вместе Мы встретились в марте, а уже в июне мы начали ремонт И в августе, 11-го числа, студия уже праздновала открытие Помещение было ярко-оранжевого цвета Да, ну на полу, соответственно, тоже ничего не было Пол менялся полностью, потолок мы красили сами Были все в черной краске, да Стены решили оформить в разных техниках Ну, чтобы показать, да, что мы умеем, что мы можем И что можем этому научить Предметы, ну какие-то предметы нам приносят Какие-то предметы где-то находятся там на авито Приходят по наследству, там кто-то дарит Ну, в общем, идеи рождались от надобности Огромное количество раритетных вещей Которые прошли свой долгий путь служения человеку В мастерской даже есть экспонаты, которым больше 100 лет Наталья и Анастасия отдекорировали их и дали вторую жизнь Оно к нам часто приносит, да, очень интересные предметы Практически всегда То есть, видимо, может быть, такой наш посыл, да Вот любовь к таким предметам И к нам всегда очень интересные люди приходят Разных профессий, разных, как сказать Предпочтений, да В стилистике, в цветовом решении И это всегда что-то неожиданное и новое Потому что ты никогда не знаешь, с чем человек придет Что он захочет, что он хочет изменить в предмете Добавить в него, это всегда очень интересно То есть, вот тот же, опять же, буфет, который стоит за моей спиной Ему около 100 лет Это Наташина находка Причем он из двух разных частей На нем даже клеймы сохранились на фурнитуре То есть, ну, он, конечно, был в ужасном состоянии Она его сплавала керкером Ну, теперь он вот такой красавчик Особенно в студии впечатляет люстра, сделанная своими руками Она создает неповторимую уют, теплоту и красоту Придает помещению чудесную и в то же время интригующую атмосферу Наши героини, благодаря декору, умело могут скрыть все недостатки и проблемы Мы не занимаемся как таковой реставрацией Мы занимаемся обновлением Как модным словом называется сейчас редизайн Вот То есть, к нам можно прийти, перекрасить какую-то любимую вещь Но уже неприглядного вида Дать ей новую жизнь Не выбрасывать, а именно обновить и снова использовать Чтобы не засорять планету То есть, чтобы была такая вот рециркуляция Да? Студия вообще ориентирована в основном на взрослых То есть, это домашний декор Начиная от каких-то мелких предметов Вазочки Там, может быть, какие-то панно настенные Часы И заканчивая уже большими предметами Таким, как столы Вот, как наш буфет сзади меня, который стоит И, конечно, стены Посмотрев на студию дмитровских декораторов Сразу можно понять, что здесь бьют фонтаном идеи Которые делают любое помещение уникальным Неудивительно, почему дмитровских декораторов Пригласили поучаствовать в известной программе Дизайна и декора Фазенда Ведь у девчонок столько идей Мы очень давно об этом с Настей шутили Вот стоим, красим стены и шутим Ой, скоро нас, наверное, по телевизору будут показывать Вот, и после Нового года Ну, как-то сели и написали в разные передачи То есть, ну, пока не постучишься Тебе дверь не откроют, я так считаю Вот, и нам сразу через два дня Позвонили с программы Фазенда Предложили, ну, мы, кстати, предложили свои декораторские услуги Там по стенам, по мебели, может быть Они нам сразу Вы же дизайнеры Вам надо быть дизайнерами проекта по полной программе И вот теперь мы снимаемся в программе Фазенда Вчера мы уехали из 7 утра И приехали в 10 вечера домой Это был съемочный день Конечно, тяжело, потому что помимо просто съемок Нам еще нужно выполнять там какие-то работы Интересно, конечно, знакомство со съемочным процессом, с командой Все классно, все, все классно, необычно И это все по-настоящему, что самое удивительное Мы там дважды участвовали в атмосфере творчества Это раз в полгода проходит мероприятие в Москве Мы там, ну, периодически всегда где-то участвуем На ВДНХ, на выставке мы участвовали Апсайклфест Для какого-то канала вегетарианского у нас были съемки Мы еще эфира не было Мы перекрашивали мебель То есть периодически нас приглашают на какие-то проекты Наша деятельность интересная и нам приятно Кстати, увидеть дмитровских декораторов в программе Фазенда Можно будет уже в апреле Помимо этого девушки сейчас активно готовятся к выставке Которая пройдет в Дмитровской центральной библиотеке Где на свет жителям и гостям города Они представят уникальные интерьерные предметы Которые были сделаны в мастерской Хочется отметить, что за опытом и знаниями К нашим героиням приезжают со всей России Это Нижневартовск, Арзамас, Чебоксары, Нижний Новгород, Сочи, Москва, Махачкала, Иваново и многие другие города В основном это мастер-классы Чаще, наверное, всего это мастер-классы Мы их предлагаем каждую неделю То есть у нас такой свободный график Можете прийти и красить Мы всегда подключимся, научим Также к нам приходят со своей мебелью, чтобы мы ее перекрасили К нам заходят просто так в гости Так как мы находимся в таком месте популярном в городе Люди просто заходят, мы всегда их встречаем Говорим, проходите, смотрите, спрашивайте Просто гуляйте по студии Мы всегда всем рады В нашей студии работает еще Дина Чебукова Она художник, она работает с нами Бук о бок, с самого открытия А мы с Настей для помощи по студии взяли тоже помощницу Наталью Она сейчас с нами здесь И когда мы уезжаем, Наталья тоже здесь проводит мастер-классы Мы очень милая, душевная Всегда открыта для общения И очень нам помогает Все-таки работать мы любим Обожаем свою работу Так что, не знаю Развиваться, конечно, хотим Придумать что-то новое Есть у нас мысли, цель, которую мы хотим Вот какой-то ближайший план на будущее у нас есть Мы обязательно его осуществим Потому что он интересный, и такого еще нету